В движение. Д5, наверное, ход правильный, да? Перерезает все коммуникации черных, которые по пятой горизонтали построены. Ладья защищает коня. Слон где-то хочет вернуться на ферзевый фланг. Но на Д5 надо обязательно эту пешку подрывать, иначе вообще невозможно ни одного хода сделать. Например, на Д5, не знаю, я понимаю, что в плохой позиции все ходы плохи, но тем не менее, давай смотреть дальше. Например, на Д5, Е6, например, ход будет сделан. Ну, так слон С3 же. По-прежнему слон С3, да. Может здесь какой-то перераскрутиться. СД, слон где-то опять, господи, на С7 еще висит. Слон С4. Ну, отступление, Ферзем, на любое поле притом. Ну, да хоть туда, на самом деле. Хоть на Ж4, да? Хоть на Ж4. Не, ну, позиция черных распалась на фрагменты. Просто распалась, да. Да, просто позиция распалась, и сложно представить себе, что такую позицию можно защитить. Сейчас Александр будет, конечно, крутиться из последних сил, а Барис Гельфанд глубоко задумался. Он хочет найти уже четкое, конкретное решение. Ну да, ну, хода естественнее, чем Д4, Д5. Придумать в этой позиции невозможно. Слон, наконец, выходит на большую диагональ. Слон я вообще ужасный. План наступления ясный. А черным нужно пытаться хоть как-то скоординировать свои фигуры, чтобы не потерять их сразу. Да, поэтому Б7, Б6 играет Александр. Тоже ход естественный. Надо коня защитить. Теперь слон Ц3 не страшная угроза. Или страшная по-прежнему. Ну, хотя бы можно уйти на слоном на А4 после слона Ц3. Слон Ц3, слон А4, да. Это пока передышка легкая. Ну, наверное, здесь просто какой-то ход вроде ферзь F2, а может быть, ну да, просто ферзь F2 напасть как-то и пытаться ферзя перевести на большую диагональ, потому что такая батарея, конечно, работает. Другое дело, что вот при таком положении фигур, если бы сейчас удалось пойти ферзь D4, то могут пойти, например, черные E5. Ну, правда, F и E не сильно облегчает их положение. Не, ну на ферзь D4-то можно и F6 пойти, это все не настолько... Еще не мат, да? Вот, ну может быть сейчас, может быть как-то ферзя в направлении поля Ц3 перевести. Чтобы при случае съесть на Ц7. Чтобы забрать на Ц7, да. Но может быть это все-таки чуть-чуть легче станет дышать. Насколько это чуть-чуть легче, это непонятно. Ой, выглядит, выглядит ужасно. Выглядит ужасно, потому что, да, если Эншпильд со съедением на Ц7, с ладьей, которая будет барахтаться, пускай даже съедят черные на А4, но вот она там будет стоять, что-то жуткое. Итак, задумался сейчас Борис Гельфанд, Александр. Какой бы ход белыми сейчас следовало бы сделать? На Ц3 перекидывать, да, Ферзь Е3 играть? Ну через какое-то поле, вот я не буду как-то вникнуть в тонкости. Как-то, я не знаю, через Е3, через Ф3. Ну вот как-то сейчас, чтобы на Ц3 его поставить, он может по дороге на что-то напасть. Нет, нет возможности на что-то напасть по дороге? Ну да. Нет, наверное, нет возможности на что-то напасть. Ну тогда Ферзь Е3. Родов. Предположим, Ладья А4, надо сделать ход Король Ж3, да? Чтобы... Да, Король Ж3. Закрепить пешку на Ф4. Ладья Бедняга вынуждена уйти на... Наш 5 Ферзь С3. Наш 5 Ферзь С3, Ф6 или Е5? Не, ну Е5, ФЕ просто, Ф6. Е5 еще взятие на проходе такой. А, да, Е5 с Ферзем на Д4, да, его не было, а здесь есть, да. Ф6, Ферзь Бедняга С7. И после Ферзь С7, Ладья С7. Позиция, конечно, ужасная грозит. И слон Ф3 и Е7 висит. Ну да, это вот эта позиция уже, конечно, выглядит очень и очень печально. И слон Д4, и слон С3. А сейчас вот должен какое-то решение Борис Гельфан принять. Или этот ход сделать, или какой-то еще. Не первый раз получил тяжелую позицию Александр Грищук. Но пока никому не удавалось в классические шахматы его обыграть. Посмотрим, удастся ли Борису Гельфанду, который объективно, судя по объективной оценке позиции, добился решающего преимущества. Но между решающим преимуществом и победой есть разница. Добиться ее еще нужно. Александр, прекрасный защитник, не раз это здесь показывал. 21 минута у Бориса Гельфанда и 6 примерно минут у Александра Грищука. Предельная концентрация напряжения у обоих. Поскольку, напомню, это шестая и последняя партия финального матча президентов. Единственное, чем могу порадовать болельщиков Грищука, так это, на мой взгляд, с точки зрения всяческих психологий и прочее. Если сегодня случится чудо и эту партию он спасет, то после вот такого тайбрейка он, наверное, выиграет очень просто. Но вот так вот. Вот такую оценку дал сейчас Александр Халифман, потому что действительно по-человечески такую позицию белыми, ну белыми или черными, неважно, позицию с таким преимуществом надо доводить до победы. Мы сейчас рассматривали какие-то варианты, но дело здесь может быть даже не столько в вариантах, сколько в том, что уже очень позиция печально выглядит. Какое-то решение надо Борису Гельфанду принять. А может быть, просто какой-то ход сделать. Общий укрепляющий, вроде король G3, с идеей еще слон F3, ладья G6 ее отогнать. Но, правда, я не знаю, насколько, сколько можно улучшать позицию, наверное, надо уже. Опа. О, Борис сделал ход слон. Прямое конкретное решение, да. И пять. Да, этот ход. Напоминает о слабости C7. Этот ход не рассматривался, но выглядит тоже очень сильно. Прямо линейно и сильно. Вот здесь прямая угроза. До этого Борис двигался окольными путями, пытался все время профилактикой заниматься, а сейчас он уже переходит к решительным действиям. Что делать Александру? Какие здесь варианты защиты пункта C7? Ну вот, не знаю, можно пойти в слон C4, но фигура уж больно подвешенными выглядит. Как нет, слон C4 там тоже заберут. А, просто все съел. Значит, надо играть ладья D7 или двигать пешку C вперед. Да. C7, C5. Играет Александр. Взятие на проходе, естественно, автоматически последует. А, серьезно, да? Ну, естественно. Взятие на проходе последует автоматически, потому что иначе... Конь C6 нет хода из-за ладья B3, да? Да, непонятно, для чего это затевалось. Но, может быть, здесь... Ну, я не знаю, нет, ну, там тоже не живут. Может быть, здесь все-таки пожертвовать качество? Пойти на E5, да? Ладья E5. Ладья бьет E5, 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 E6. Сейчас еще, пока это, на самом деле, взятие не последовало, давайте следить. Может быть, есть какие-то другие варианты, вроде FB5 хода. Да, не, на мой взгляд, это отлукаво. Ну, пошел слон E5, хочет пешку съесть. Значит, надо ее съесть. Ну, да, если можно съесть пешку и поставить ее... Ну, я знаю, на C6, это вам совсем не шутки, в общем-то, учитывая, что до поля C7, там уже... Ну, да, и все фигуры, собственно, белых настроены на поддержку. Это проходной. Ну, а все же, давай посмотрим вот этот ход FB5. Насколько он сильный, потому что тоже создает угрозу, которую я не очень вижу, как отражать. На B6 просто съесть? Ну, да, съесть просто грубо на B6. Все, все, все. И на B3 съесть, но я хочу и на B3 еще съесть. Ай, 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 ай. Вот я как-то, я про это уже и забыл совсем. То есть, такой вариант тоже возможен, да? Может быть, может быть, это тоже очень сильно, да, то есть... Тут, ну, вот... Приятный выбор. Выбор широкий, да, и главное, даже непонятно, где можно промахнуться. Какие есть... Какие есть ловушки, какие есть шансы, да. Потому что, конечно, все эти жертвы качества на E5, они... Ну, они наверняка воспоследуют, потому что иначе... Ну, реалистично это все равно не выглядит, конечно. 17 минут на 12 ходов у Бориса. 5 у Александра. Да, более чем достаточно времени, по большому счету, чтобы разобраться в такой-то позиции. И выбрать между взятием на проходе, Dc или ходом ферзь B5. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»